Всем привет! Добро пожаловать на Panline! И сегодня снимаю очередные пустые баночки. В этом выпуске пустых баночек будет средство для уборки, для ухода за волосами и как и в первом выпуске будет средство для животных. Желаю вам приятного просмотра. Давайте начнем со средства для ухода за домом, для уборки. Вот это вот всем рекомендую. Шуманит называется. Шуманит очень хорошо удаляет жир. Жир с керамических плит. Как раз у нас такая плита. Очень быстро. Конечно он сильно пахнет и после него надо проветривать квартиру, но зато точно на него можно положиться. Следующее средство, которое у меня закончилось буквально сегодня. Силитбэнк. Вот такой спрей. Антиналет плюс блеск. Не знаю, у меня лично в квартире почему-то очень часто ручки и краны все становятся в налете. И выглядит это конечно не очень красиво. Поэтому этот Силитбэнк я часто использовала. Он у меня быстро ушел. Он пустой. Лично мне очень помогает это средство. И мне оно в принципе полностью устраивает. Открыла для себя средство для мытья посуды от Биомио. Вот такая фирма новая. Я не узнала только недавно. Здесь написано, что 98,7% натуральных ингредиентов маслом мандарина. Да, пахнет оно как раз мандарином. И не навязчиво оно пахнет. Плюс у меня после того, как я им пользуюсь, ем из посуды, у меня нет ощущения того, что я ем моющее средство. Это был основной мой критерий. Потому что я делала в первых баночках, говорила про ферри. И оно конечно, у меня постоянно было ощущение, что я ем это ферри. Конечно, оно намного хуже пенится, чем ферри. Но это средство также удаляет всю грязь. Смывается хорошо. И это основной его плюс. Ну и посмотрите, какая милая баночка вообще. Тут овечка какая-то. Господи. Для ухода за домом это все. И для тела. Мне очень нравятся от компании Ифраше вот такие гели для душ. Посмотрите, он у меня просто пустой. Это со вкусом ботемальский орех макадами. Это очень вкусно. Он очень вкусно пахнет. Вот, до сих пор он пахнет. Я обязательно поеду, куплю себе. Но сейчас я куплю какой-нибудь другой, чтобы отвыкнуть от этого запаха. А потом обязательно куплю опять его. Мне нравится, как он ложится на тело, скажем так. Пенится он тоже хорошо. Я его, кстати, иногда использую даже как пен для ванны. Запах, конечно, обалденный. Если его чередовать еще с каким-нибудь другим гелем для душа, то вы не привыкайте к этому запаху, и он вас не раздражает. И еще одно средство. Жидкое мыло для интимной гигиены с календулой. Гипоаллергенное. От красной линии. Я его брала с собой в роддом. Это мыло мне очень понравилось. Оно очень мягенькое по структуре. И подсушивает там, где надо. Это меня наустроило. И сейчас об уходе за волосами. Я тут экспериментировала с масками. Во-первых, мне пришла вот такая маска от Дарьи Вороновой. От Доктор Био. На органическом масле Макадами. Ночная активная маска для волос. Очень она мне понравилась. Я ее быстро израсходовала. Стопроцентно сразу дает эффект. Волосы сразу, во-первых, блестящие, мягкие, хорошо расчесываются. Единственное, конечно, лично у меня почему-то, в последний раз, когда я пользовалась этим маслом, после его применения, я с утра встала. То есть, я его на ночь нанесла на волосы. С утра встала, и у меня было небольшое покраснение в области лба. Но я это списываю на то, что сейчас началась весна, и, может быть, моя кожа так реагирует на цветение. Фиг знает, потому что раньше такого не было с этой маской. Мне она очень понравилась, тем более она органическая. Я взяла вот такой вот от Гарниер мгновенная маска Эликсир. Никому его не советую. Никакого от него эффекта. Она у меня, видите, почти вся полная. Я не почувствовала никакого... Здесь написано действует за одну секунду. Никакого эффекта я от нее не почувствовала. Может быть, немножко стали лучше волосы расчесываться. А так, в принципе, никакого эффекта не дала мне эта маска. И также я пробовала от Лореаль Эльцефу полное восстановление. Вот такая восстанавливающая маска. Я ее вон всю использовала. Если брать из неорганических, да, там, средств, а из масс-меди, как говорится, то приятный запах, есть эффект от нее, конечно, не тот, который не такой, как, например, от вот этой органической ночной маски. Но все равно есть эффект, хорошо расчесывается, волосы блестят и выглядят намного лучше. Мои волосы к ней привыкли, поэтому сейчас они на нее перестали реагировать. Я брала вот такую серию от Сьюз. Значит, шампунь у меня для мультиповрежденных и истощенных волос. Здесь написано для возрождения волос, против повреждений, ломкости, сечения кончиков, потери объема. Шампунь сам золотого цвета, с блестками. Во-первых, он плохо пенится на моей голове, и после него особо тоже никакого эффекта я не почувствовала. А по поводу бальзама для мультиповрежденных волос, просто могу сказать, что это обычный бальзам-ополаскиватель. Никакого суперэффекта я не заметила. Что нельзя сказать о вот этих двух шампунях от Натуры Сибирика. Смотрите, из моей любимой кжели я нашла шампунь. Значит, здесь написано для всех типов волос глубокое восстановление питания волос. Шампунь пахнет ягодами. Тут написано, что царские ягоды. Он реально пахнет ягодами. Очень хорошо пенится на голове. Приятные ощущения от него. Не то, что от съез, потому что, когда ты наносишь на голову, почему-то у меня такое ощущение, что у меня волосы начинают склеиваться. Это может быть только у меня. И, к сожалению, прям к нему я не нашла бальзам-ополаскиватель, но я взяла просто, там был от Натуры Сибирика, вот бальзам для всех типов волос, кедровый, сладник и медуница. Эти два средства, все, что заявлено на упаковке, они все мне дали. Тому, чему я очень рада. И сейчас у меня, жалко, они закончились. Я сейчас куплю, наверное, еще от Натуры Сибирика. Мне очень понравился эффект. Сейчас у меня стоит от Натуры Сибирика самый популярный шампунь такой с облепихой. И мне надо к нему на смену что-нибудь еще купить, потому что мои волосы лично привыкают ко всем шампуням. Эти два средства меня просто поразили. Не ожидала я такого эффекта. Поэтому всем советую. И закончить я сегодня хотела двумя средствами для мытья животных. У меня, как вы знаете, есть и кот, и пес. И когда мы их покупали, они были... Кот был котенка, собака, волоченко. И мне надо было их обязательно помыть сразу же, потому что они все-таки в другом месте жили, с другими животными. И, не знаю, я решила их сразу помыть. Для кота я купила обычный вот такой зоошампунь для котят, а для собаки зоошампунь гипоаллергенный для собак. Мы, конечно, собаку чаще моем, чем кота. За такую цену великолепные эффекты. Животное чистое, не склеивается у него шерсть. Сразу видно, что животное помыли, и что оно чистое. И на эти два средства ни у собаки, ни у кота не было никаких высыпаний, реакции, они после них не чесали. Эти два средства очень недорогие, поэтому если у кого-то есть животные, собаки или кошки... Сейчас, конечно, у меня животные оба выросли, поэтому я буду что-то другое покупать. Хотя, в принципе, до сих пор, если бы вот это средство не закончилось, я бы им продолжала мыть свою собаку. На сегодня это все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Надеюсь, оно вам было, может быть, интересно, может быть, даже полезно. Подписывайтесь на мой канал. Это очень быстро и просто. До новых встреч. Всех с весной. Пока!